Добрый день, друзья! Я приветствую вас на канале Релакс. Я автор канала Игорь Пономаренко. И сегодня мы продолжаем наше прохождение игры Tom Clancy Host Reckon Breakpoint. Итак, мы ищем Джеймса Скелла. В предыдущем ролике мы выяснили, что Скелл, следы Скелла находятся на испытательном полигоне на Тарфяных болотах. Именно туда мы и направимся. Напомню, я играю в стиле реализм, и все враги практически у меня критические, поэтому каждая ошибка заканчивается здесь смертью. Единственное, что я сделал, какие послабления, это я не стал ставить в настройках потерю патронов, потому что считаю, что патроны это уж слишком терять. И я не стал делать следующее, использовать только одно оружие. Ну, это тоже осложняет игру, но, на мой взгляд, это совершенно лишнее. Так, сейчас мы пометим вот этот лагерь. И вот вдалеке у нас как раз находится этот полигон. Так, ну, в чем состоит секрет этого полигона? И вообще, как нам действовать на этом полигоне? Прежде всего, прежде всего, мы должны избавиться от снайпера. Здесь есть вот такой нюанс, что именно сигнализация на этом полигоне находится вот здесь. Поэтому зачистку мы начнем. Видите, сколько тут солнечных батарей. Давайте мы выберем место. Наверное, давайте вот где-то так подальше от дороги, вот тут за ручьем. Хотя можно было начинать с горы, конечно, но... Я предпочитаю сначала отключить сигнализацию. Именно это нам поможет в дальнейшем быстро действовать. Мы высадились, сразу падаем и сразу начинаем разведочку. Вот тут как раз, видите, обозначен склад. Высадились прямо на складе. Ну, чтобы он не пикал и не мешал, я заберу и опять же упаду. Так, сначала мы проводим разведку. Для этого мы запускаем дрон. И нас прежде всего интересуют некоторые места, от которых мы должны в первую очередь избавиться. Ну, это вертолет, на котором впоследствии можно отходить. Внимание, эти годы рядом. Штурмовик. Так. Еще один командир. Так. Как раз можем сначала зачистить зону отхода. А потом уже заняться самой базой, которая довольно большая и неприятная. Прежде всего мы должны, конечно, избавиться от снайпера, который находится вот тут наверху. Мы его обозначаем. И здесь находится второй же неприятный. Товарищи, которые контролят весь этот испытательный полигон. Я не знаю. Я не люблю сложности. Предпочитаю провести разведку. А только потом начинать действовать. Видите, снайпер уже ничего не контролит. Так, теперь нам нужно найти источник питания этой базы. Так, где он находится, непонятно. Так, здесь его нету. Пехотинец. Ну, в любом случае, уходить мы будем через это. Я думаю, что здесь стоило бы почистить, прежде чем мы начали. Так. Плюс вертолетка, конечно, интересный, который хотелось бы захватить. Так. Что у нас здесь? Здесь это один, это второй. Так. Так, ну и вот это третий командир подразделения. Давайте мы от них избавимся. В яблочко раз. Тут их практически у нас получается. Ага, вот он увидел. Так. Видите, пришла пушка. Так, цель заквачена. Но я, честно говоря, здесь больше никого и не вижу. Кроме этого товарища. Ну, разве что это турель, которая будет нам мешать. Давайте мы его уберем. Ага, вот еще один. Так. Так. И вот здесь, видите, вот эта сигнализация, которая нам мешает. Закончилась батарейка. Ну, практически. Все. Так. Ну, давайте мы уберем этого мобика. Здорово. И будем двигаться к базе. Осторожненько. Так. Так. да красивая игра так меня конечно интересует турель которая активировалась дульная насадка так ломаем собор и перелазим так что с турелью ну отлично туре как раз у нас уже закрылась то есть это не опасно но теперь так аккуратненько мы исследуем эту зону так что у нас тут у нас информация так лагерь ну по обновляем карту чтоб потом не тратить время можно было быстро перемещаться так еще рассмотрим может быть мы кого-то ага вон мобик его можно снять собственно говоря так вот зачем нам нужно вторая второе оружие я использую полуавтоматическую винтовку зачем ну конечно для того чтобы мы могли быстро перезаряжаться так отключаем турель и так снайперов мы сняли так и если помните вот вот это сигнализация освещает она нам тут совершенно не нужно так собираем смотрим что у нас тут интересного ничего нету так дальше смотрим что здесь так тут тоже ничего нет так ну и от основных мобиков у нас конечно же закрывает большой бетонный забор так найти джейса скелла вот информация так скелл активировал дрон в этом секторе на нем должен быть gps модуль по которому можно отследить сигнал о видите нам нужно пробраться дрону вот мы его нашли так ну вот тут еще есть ящичек что тут какие то щуки и так далее дальше что мы делаем прежде чем забраться на эту базу поскольку пометить мы никого не можем а здесь мы постараемся еще раз посмотреть что же творится на этой базе так 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 где наш дрон он стоит как раз в центре базы но но вверху у нас смотрите насадка и одно очко которое мы хотели бы тоже забрать так уничтожить вот этот дрон то есть нам нужно будет пройти через базу наполненную мобиками и уничтожить дрон что мы будем делать так первое днем идти через базу не очень хочется почему потому что днем ну во первых вы заметите заметнее не так не так конечно чтобы очень но но у нас видно больше плюс ночью у нас есть такой прибор как прибор ночного видения которые хотелось бы использовать поэтому мы выбираем место где нас не найдут и и достаем протокол связи вот мы его достали и давайте мы его используем так вот протокол связи заполняется шкала то есть мы вас используем в этой игре большие технологии и мы получаем наш дрон попадем в него мы или не попадем я не знаю так вот он ну давай попробуем раз он ушел так давайте мы еще раз попробуем все брону уничтожим так ну и теперь нас интересуют конечно мобики которые которых мы немножко почистим вот так это делается все прекрасно дрон уничтожен видите и теперь когда мы провели предварительную работу мы теперь должны переместиться в лагерь лагерь у нас тут как раз а текущее задание запрещает это ну ладно придется теперь идти днем ну что ж пойдем напомню что в принципе наблюдательная вышка чистая вот это наша точка 190 мы держим дистанцию нам абсолютно не нужно попадаться на глаза нам нужно достать информацию так плюс у нас есть еще возможность использовать обычный дрон для того чтобы расчистить раз подходы я хочу иду к вышке так раз два можно бить ну можно так бить так цели устроены вот вот они сейчас будут сюда перемещаться 2 внимание бойцы здесь кто то есть патруль мы немножко почистили в яблочко эту зону давайте еще раз посмотрим так все дронов ага вот еще один ну по его надо пометить позицию раз есть два ну то есть разведка видите здесь как раз дает те возможности для комфортной игры конечно некоторые играют в эту игру как control strike но эта игра не об этом так все мы убрали ну теперь потихонечку пойдем так так уберем здорово так так остановимся так будем действовать так аккуратненько дрон так ну сначала давайте заберем то что нас интересует так конечно меня интересуют верхние точки но ничего я там не вижу так 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 детали оружия электронный датчик собрать данное собрали все нужно будет сходить наверх видите ну это потом давайте сначала мы зайдем заберем насадку я помню как проходил эту операцию первый раз ох как было жестко теперь видите она проходится легко и весело ну и плюс еще товарищи которым ну просто было необходимо пострелять громко прилетела подмога начались перестрелки господи нас убили по моему три или четыре раза ну потом я пришел к выводу что вы знаете играть стелс с товарищем просто невозможно все стелс операция здесь проходят громко достаточно ну и плюс они быстро парятся и так далее ну а отработать стелс вдвоем сколько на это надо времени расскажите так что мы тут не забрали давайте глянем так тут все забрали здесь у нас рубашка испытания ну можем еще раз проверить дроном так взаимодействовать так нам нужно сюда залезть не знаю я здесь никого не вижу так никого ну и прекрасно раз никого так убираем дрон спускаемся ну там там ну там да там прямо с с теперь там там Так, никого, никого, все потихоньку, ну вдруг еще кого-то я пропустил, проверяем, нет. Никого нет. Подымаемся наверх. Продолжение следует. Так, никого. Так, это у нас одежда. Отлично. Так, сломать. Теперь надо обсудить с Хиллом, что делать дальше. Да, это точно. Обсудить нам бы это никак не помешало. Так, где у нас Хилл? Так, это у нас с Келбигах вернуться к Джеймсу Хилл. Ну, это можно и вернуться, но это далековато. Поэтому, в принципе, мы можем вернуться в лагерь и не париться. Вот так легко и быстро проходится эта операция. Надеюсь, вам понравилось. А, продолжение? Продолжение будет. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok